Дорогой Васо, как только твой сын Рубен перестанет петь оперные арии до часу ночи, я сразу же, с радостью перестану стучать чечетку над вашей кухней, в своей кухне. С уважением, ваш сосед Егор. Шутки шоу на Юмор.ФМ Итак, в гостях у шуток шоу сегодня Егор Дружинин. Если прям официально по Википедии, российский киноактер, режиссер театра кино и телевидения, хореограф и телеведущий, что-то нужно еще сюда добавить, Егор? Нет, просто, наверное, неправильно расставлено. Что в первую очередь? Ну, скорее всего, режиссер, хореограф и актер уже, наверное, на последнем месте, потому что, несмотря на то, что я по образованию действительно актер, работал как актер я не так много, как мне бы даже хотелось самому. Вот, а мы, кстати, хотели спросить вас, то, что, ну, понятно, сейчас у многих ассоциация с Егором Дружининым это шоу «Танцы на ТНТ». Один из наставников, один из идейных вдохновителей этого шоу. А вам, вот, может быть, где-то местами не обидно, вы же и до шоу-то были, по сути, звездой. А вот у некоторых только, мол, «Танцы на ТНТ», «Танцы на ТНТ». Не хочется вам просто как-нибудь закричать, мол, «Ребята, да я и так уже был до этого шоу». Вообще кричать хочется, Егор? Кричать хочется иногда, но только от счастья, а не для того, чтобы сказать, «Ребята, я и до этого был крут, и после этого тоже буду крут». Но в этом мы не сомневаемся. Нет, я думаю, что сейчас я ассоциируюсь у, там, скажем, молодых людей исключительно, как персонаж из телевизора, но после того, как «Танцы» закончатся, будет что-то еще. И до них было что-то еще. Всегда есть повод для работы. И параллельно есть что-то еще, вот «Желтый» и «Черный». В нескольких словах для тех, кто не знает, и их нужно каким-то образом пригласить, зацепить. Что это такое? Клоунское шоу? «Желтый» и «Черный», да, это клоунское шоу про двух клоунов. Один «Желтый», другой «Черный». Логично. Один из них отвечает за день, другой за ночь, один за солнце, другой за луну. Они ориентируются по тем часам единственным, которые есть на том острове, где они живут. И, как вы понимаете, вся наша жизнь зависит на самом деле исключительно от них. И что происходит с нами, когда у них ломаются часы, и они перестают знать, где день и где ночь, предстоит выяснить тем взрослым и детям, которые придут на наше шоу. А вы конкретно в этом шоу как режиссер выступаете, да, правильно? Да. И это больше про юмор, потому что мы смотрим в ролях Кукота, Чехов, Башкатов, то есть люди, которых мы как-то больше привыкли видеть в каких-то юмористических мероприятиях. Или все-таки что-то лиричное? Я думаю, что и то, и то, и то. Потому что, конечно же, клоунское шоу – это в первую очередь юмор. Но юмор бывает самый разный. Он бывает иногда даже, можно сказать, агрессивный. И мы тому свидетели, потому что очень часто там разные молодежные каналы ориентированы именно на такое качество юмора. А бывает сентиментальный, бывает достаточно простой, но очень радостный, очень такой, как бы, позитивный юмор. В нашем шоу есть и где-то грустнуть, и есть над чем задуматься, и есть чему, наверное, поучиться, особенно малышам. В результате, конечно же, это шоу о том, что если люди дружат, и если они любят друг друга, то они способны на подвиги. Вот Кукота, Чехов, кто из них жёлтый, кто чёрный, или вообще кто исполняет, получается, там… А вы догадайтесь, вот вы же знаете, ребята, вот как вы думаете, кто из них жёлтый, кто чёрный. Ну, мне кажется, что Кукота жёлтый. Вот это прям какой-то минутки расизма на юмор-фм. Угадайте, кто жёлтый. Нет, там никакого вообще нет, никакой привязки к национальности. Ну да, давайте предположим, что так, один должен быть за день, другой за ночь, да? Да, абсолютно верно. Тогда Кукота жёлтый за день. Вот видите, вы правильно угадаете. Яс, мы поймали логику. Нет, нет, стоп, это для наших слушателей. Я спросил у Егора Дружинина. В чём суть, да, шикарный голос Бота, вот уже, в принципе, мёкнул о том, что действительно сейчас люди будут у вас, Егор, что-то спрашивать. Это аудиосообщение, формат звуковой, так что нам нужно просто послушать, у нас есть какие-то представления, кто что это, или просто сходу первый вопрос? Просто сходу первый вопрос, который приходил нам на ватсап плюс семь девятьсот пятнадцать ноль три ноль три пять шесть семь. Егор Владиславович, добрый день. Со всем уважением к вам хотели бы просто вам сказать, что вы прекрасный чечёточник. Тренируетесь каждый день, но, если не трудно, можно это делать после десяти утра. С любовью, ваши соседи снизу и с подчечёточной. Лучше затопите разок. Спасибо. Так, ну что, вот такое вот первое сообщение. Ну что, я могу ответить на этот вопрос, вернее, даже не вопрос, а пожелание. Дорогой Васо, как только твой сын Рубен перестанет петь оперные арии до часу ночи, я сразу же с радостью перестану стучать чечётку над вашей кухней, в своей кухне. С уважением, ваш сосед Егор. У вас музыкальный дом, да, получается, такой творческий? На самом деле, у нас потрясающий дом, и действительно, подо мною живут наши замечательные соседи Васо и Аня, и у них растут двое замечательных детей. Вы, наверное, знаете, кстати, их сына Рубена, если вы видели рекламу с Пореченковым, где они рекламируют что-то итальянское, не то какой-то соус, не то ещё что-то в этом роде, я сейчас забыл. Может быть, может быть. Да, и он там поёт, да? Нет, Рубен в этом ролике играл итальянц, но на самом деле он потрясающий. Это очень нормально для Москвы, когда Рубен играет итальянца. Когда Рубен играет итальянца. Но на самом деле он очень хороший оперный певец, и мне бы хотелось бы, чтобы он вышел, наконец, на большую сцену в Москве, потому что, мне кажется, его талант этого заслуживает. А в целом проблемы такой никогда не было? Ну, понятно, вы же занимаетесь танцами всю жизнь, когда вы репетировали, и кто-то из серии типа, ну давайте там потише, что вы там долбите, стучите? Наверное, было. Это заставляет меня вспоминать о всех тех местах, где я танцевал, и вспоминая крыши, вспоминая лестничные площадки и заканчивая, пожалуй, тамбурами поездов. Крутяк. Там проводницы, наверное, в шоке были периодически. Давайте ещё одно послушаем сообщение. Егор, приветствую. Меня зовут Ирина Валерьевна, я преподаватель по вокалу. А скажите, почему вы уже 47 лет ко мне не приходите? Что-то случилось? Как у вас с вокалом? Ирина Валерьевна, дорогая, любимая. Просто уже 47 лет моё эго и самомнение раздулось по поводу моих вокальных способностей раздулось до таких размеров, что я посчитал, что единственного занятия с вами мне будет вполне достаточно. На самом деле, с вокалом у меня тут ничего, и когда вот мы работали в Театре Цетера под руководством Александра Александровича Калягина, мюзикл-продюсеры, продюсером которого, в свою очередь, был замечательный, на мой взгляд, продюсер Смелянский Давид Яковлевич, я демонстрировал зрителю всей Москве и даже Мэлу Бруксу, автору. Да-да-да, так как это был спектакль лицензионный, то все материалы регулярно отсылались самому Мэлу Бруксу. На проверочку. Да, вы знаете, он, кстати, очень высоко оценил наш спектакль и вот исполнение моё лично, о чём у меня даже имеется письмо от него. В караоке бывали? Бывал, но это была полная фиаско. Вот так и писалось на экране, Егор, ну это фиаско. Это фиаско. Ну, вообще, сейчас время, когда, ну, откровенно говоря, поют все и это делают, конечно, ради хайпа, ради популяризации. Нет, я вот как раз этого не делаю, я делаю исключительно, ну, вот, в тех случаях, когда это необходимо. Такое секретное оружие, если что, то песня. Ну что ж, дальше. Окей, давайте, да, идём дальше, слушаем следующий вопрос. Егор, привет. Это Аслан из автосервиса. Всё, можешь приезжать, забирать. Машина готова, педаль заменили тебе. Только прошу, дорогой, больше за рулём не репетируй. Таких проблем тоже не бывает, да? Когда хочется... За рулём нет, нет. Вообще, на самом деле, я завидую тем людям, которые, ну уж, вот детям своим завидую, потому что мой Платон, это младший наш сын, он, как только слышит хорошую музыку, которую считает подходящей, он сразу же начинает двигаться, танцевать в машине, в автобусе, на улице. Это, наверное, секрет успеха как раз-таки всех песен, о которых мы только что говорили, из разряда, там, Александра и Эва, да. Песни, под которые очень просто танцевать детям. Я думаю, что это секрет успеха воспитания моей жены, которая так... Это более правильный ответ Егор согласен. Да, которая так их воспитала, что они не стесняются выражать себя открыто, они не стесняются выражать свои эмоции. Но на самом деле это касается всего того поколения, которое идёт за нами. Несмотря на то, что я занимаюсь творчеством, я занимаюсь искусством, я не могу сказать, что я открытый человек, что я выражаю свои эмоции всегда открытой. Я достаточно закрытый. И, скорее всего, моё творчество как раз и является результатом моей закрытости, потому что люди по-разному, на самом деле, творят. Одни это делают от того, что их переполняют чувства, но они не могут их выражать, скажем, вот так, ежедневно на глазах у других чужих иногда людей. Ну а какая вот последняя, например, песня, под которую вы прям вот тут хотелось прям пля спуститься, которую вы услышали и подумали, ну вот это прям вот для танца, для того, чтобы под неё зажечь. Получается музыку слушать не с профессиональной точки зрения? Вы знаете, да, да, получается. Конечно, это тяжело отключить. Ты всегда слышишь песню и думаешь, вот я бы её использовал бы там бы или бы не использовал. Но на самом деле я музыку продолжаю любить, потому что я знаю, что у многих профессионалов через какое-то время возникает атрофия. Они не воспринимают музыку иначе, чем материал, под которым можно работать. Мне очень нравится Cosmo Shell Drake, и к которому, кстати сказать, меня приучили опять-таки мои же дети. Вообще дети мне показывают очень много разной музыки. Какая музыка вот в машине может играть, если уж мы автомобильную тему с помощью Аслана затронули? Понимаете, в чём дело? Вот Аслан не даст соврать. У меня недавно застопрился полностью телефон, потому что огромное количество было загруженной музыки. Пришлось всё это удалить. Сейчас у меня нет ни одной загруженной песни. Я вставлю просто на воспроизведение хаотичное и иногда удивляюсь тому, что в моей медиатеке находится. Когда я успел вот это присоединить? А иногда я думаю, что у вас есть такая проблема. В ноутбук загружаешь, может быть, какой-то даже звучок или песню, которую я никогда в жизни не слушал, ну, для программы там, для чего-нибудь. И она автоматом... То есть, да, как объяснить потом людям, почему там Максим играет, например? Абсолютно верно. Или демки какие-то у меня есть, которые хуже певцов, чем композиторы же нет. И вдруг вот человек картаве и гнусаве начинает что-то петь в твоей машине, и тебе становится неудобно. Но что я знаю точно никогда не зазвучит из моего телефона, это радиошансон, вернее, то, что принято считать шансоном в России. На самом деле шансон – это прекрасно, но к нашему... Блотняк, грубо говоря. Да, к радиоблотняк это не имеет никакого... Окей, последний вопрос, который нам пришел на WhatsApp. Егор, здравствуйте. Вы меня, наверное, не помните, меня Денис Шапочкин зовут. Я был на первых танцах. Вы меня еще тогда не взяли и сказали, что я кривоногий. Так вот... Так вот, Егор, у меня вопрос. Вы не подскажете, где травматология в Москве хорошая? Давайте поаплодируем актерам театра, которые записывали эти вопросы. Но речь, на самом деле, действительно про то, что 100% кто-нибудь до сих пор может досаждать сообщениями. Бывает такое? Вот спустя много лет... Нет, так не бывает, но, конечно же, наше шоу, я имею в виду сейчас «Танцы на ТНТ», так как оно абсолютно правдивое в плане того, что люди хотят попасть к нам, а мы выбираем, кто может прийти к нам в команды, а кто нет, то оно и нешуточно сказывается на эмоциях людей, которые, например, не прошли. То есть они все понимают? Да. Ну, нет, не все, далеко не все все понимают, потому что у некоторых людей, во-первых, смещена самооценка, иногда они заслуживают того, чтобы попасть в шоу, но ни один из наставников не может принять на себя этот груз ответственности этого человека провести, потому что не видит его в своей команде, так зачем же ему брать человека для другого наставника? Тот сам может взять, если захочет. Поэтому многие из... А танцовщики крайне амбициозные люди. Просто такого эго, как у танцовщиков, я не встречал больше ни у кого. Поэтому для некоторых это заноза на всю жизнь. Кто-то с этим может справляться, кто-то с этим справляется творчески, это правильно, кто-то возвращается, например, в шоу и доказывает, что он, если не достоин победить, то, по крайней мере, достоин принимать участие. И я с большим уважением отношусь к этим людям. Ну, а кто-то проглатывает эту обиду, не исключено, что даже есть и какие-то сломанные судьбы. Может быть, кто-то из танцовщиков перестал танцевать после того, как не прошел в танце на тенте. У нас же большая-большая география. Мы в танцах можем наблюдать ребят из разных городов. Да-да-да-да. Даже из разных стран. Вот если, ну, сконцентрируемся на России, можно ли попробовать ответить на вопрос, какой город, по вашему мнению, самый танцевальный? Вот откуда ребята больше приезжают? Ребята приезжают отовсюду, и нельзя абсолютно как-то с какой-то долей уверенности сказать, что тот город перетанцевал в другой город. В разные годы разные города берут лидерство. Кто сейчас на вершине? Где больше всего просто участников, например, приходят на кастинги? Ну, больше всего в Москве, конечно же, приходят. Вот мы и добились. Потому что люди приезжают из других городов. Но иногда география вообще непредсказуема. Например, в какой-то город люди приезжают, я не знаю, в какой-нибудь Краснодар из Владивостока могут приехать люди. Они просто следят за тем, где идут кастинги, и приезжают туда, соотнося это со своими планами. Вот, например, они оказались рядом, и им удобно с мастер-классами, или наоборот, берут мастер-классы. Ну, то есть, например, сказать, что во Владивостоке, ребята, такие там, допустим, танцовщики крутые, или же, не знаю, в Питере где-то еще такого труд. Нельзя. Мне кажется, что все более-менее, как ни странно, сбалансировано. А страна танцевальная, вот если говорить про не танцы бухгалтерии на корпоративе, а по таланту? На мой взгляд, страна затанцевавшая. Ого! Все больше и больше людей начинают верить в себя, и начинают выражать свои... Ведь танец, в конце концов, это выражение эмоций, это отношение к жизни, это лайфстайл, это, мне кажется, и желание быть увиденным, услышанным, желание внимания. Здесь огромный клубок всяких самых разных вещей, которые люди хотят, ну что ли, научиться оформлять, научиться выражать. И мне радостно, что люди стали делать это через танец все больше и больше. В общем, Егор, есть такая игрушка настольная, бомбочка, это когда нужно перечислять различные слова на определенную тему, но при этом никогда не знаешь, на ком взорвется бомба, играем по очереди, и, собственно, задача побыстрее перекинуть ход к другому участнику. То есть называть нужно как можно быстрее, тут мы особо не будем следить за точностью формулировки, главное назвать, перекинуть ход к следующему, на ком взрывается бомба, тот проиграл. Мы для вас приготовили три раунда, первый раунд разминочный, простейший, мы просто должны по очереди называть виды танцев. Танцевальные направления, окей. Танцевальные направления, но мы уже ошиблись. Я постараюсь с этим справиться. Вы-то точно, тут на самом деле даже больше для нас проверка, но вы, если что, нас смело по щекам хлистаете, мол, это не танцы, или там этого такого не существует. Нет, задача быстро-быстро главная называть. Давайте с вас тогда начнем. Сначала вы, потом я, потом Гоша. Фух, все, главное, чтобы бомба не взорвалась на ком-то из нас. Поехали. Готовы, погнали. Хип-хоп. Хип-хоп. Контемп. Лизгинка. Подожди, он еще ничего не сказал. Я сказал хип-хоп, лизгинка, хорошо. Контемп. Контемп, ну пусть будет балет. Балет, так, так, так. Полька. Посадобль. Да, может быть, зачет. Хорошо, больный танк. А, ну так. Яблочко, яблочко, яблочко. Яблочко это... Не направление. Это песня, да. Русскажи народный. А, на тебе все равно взорвался. Ну, конечно, на мне русские народные должны были взорваться после Лизгинки. После яблочко и полики. Так, второй раунд. Здесь будет посложнее. Мы сейчас, ну, давайте как бы протянем нить с вашим клоунским шоу «Желтый и черный». Мы сейчас должны называть знаменитых, популярных, известных клоунов. Хорошо, давайте теперь начнем с того, кто проиграл. Да, окей. Спасибо, Егор, что он помогает мне хоть немножко. Ты, Тём, вообще меня топишь, что ли? Тогда вы следующий, Егор. Давайте. Знаменитые, популярные клоуны. Карандаш? Никулин. Олег Попов, солнечный клоун. Пеннивайз. Клоун же. Ну. Из-за «но». В том числе. Янгибаров. Проверять не будем. Владимир Жириновский. Зачет, давай дальше. Какой ход, хорошо. А Киселев тогда давайте по такой логике. Тоже подходит. Я бы Соловьева назвал. Ну ладно, назову Пьера и Текс. Ну я тогда Соловьева назову. Хорошо. Макдональд. Ролин Макдональд. А, да, кстати, зачет. И, и, и. Владимир Жириновский замечательный. Не, Слава Полунин. Да. О, да, точно, Слава Полунин. Ну, мне тогда опять придется... Опять нельзя. Быстрее. Жигурда. А-а-а. На мне. Ты красиво взорвался. Да, и Жигурд. На замечательном клоуне. Эпично совпало. Ну что ж, у нас получается по одному поражению. Пока держится, круче всех, Егор Дружинин. Последнее. Ну, вот так мы сформулируем вопрос. Сейчас будем перечислять места, где не танцевал Егор Дружинин. А, хорошо. Если мы ошибаемся, и вы танцевали там, где мы сейчас будем называть, то тут же нас поправляете. Тогда с меня, да, получается? Да, да. Все окей, тогда поехали. А какую сторону, кто следующий? Следующий Гоша. Хорошо. Погнали. На партсобрание ЛДПР. Вы же не танцевали? Стопро. Так, хорошо, давайте так. В следственном комитете. Нет, не танцевал. На крыше автобуса не танцевал. В студии Юмор ФМ пока не танцевали. Ну, это такое дело наживное, но я думаю, что лучше так и останется. Да, дальше. Так, ладно, на себя возьму ответственность. В команде Мигеля. Не танцевали? В команде не танцевал, но ставил. Ну, и когда показывал хореографию, значит, соответственно, танцевал. Давай, что-то другое. Так, хорошо. Ну, давайте так, давайте так. Ну, быстрее. Братан. Ну, я все, я посыпался. Ну, говори, что угодно. Мигель был мой. Хорошо, возле машины ДПСника, например, вот так. О, нормально. А вот на ком сейчас взорвалось? Непонятно. Будем считать, что машина ДПСник. Я думаю, что давайте так, сойдемся на... Значит, мы, Тём, давай на себя возьмем поражение 2, а Егору отдадим все победы. Нам же не жалко, правильно? Главное, что я не хотел называть следующий, я просто хотел сказать, что практически танцевал в машине. ДПСника. Опа. Было такое? Было, да, было. Даже не один раз. Они, как правило, когда задерживают тебя, потом узнают тебя, и иногда это к лучшему, а иногда к худшему. Ну, понятно, все-таки, раз уж вы на Юмор.фм, в шутках, шоу. Что лично вас веселит? Что вы смотрите? Что заставляет Егора Дружинина смеяться? Ну, как правило, сериалы. Мой любимый сериал — это «Друзья». Я думаю, что я никого не удивлю. У этого сериала огромное количество поклонников. Кто ваш самый любимый в «Друзьях»? Нету такого. Самый любимый в «Друзьях» у меня — Нью-Йорк, то есть место действия. Дело в том, что я жил ровно в то время в Нью-Йорке, когда этот сериал выходил на экраны. То есть вот в 90-е годы вторая половина — это вот ровно... мы можно считать ровесники с этим сериалом, потому что вот когда он вышел только, герои его были приблизительно в моем возрасте. Ну, может быть, чуть-чуть постарше. То есть не YouTube, вот это все мимо вас пока? Все эти комедийные... Я, к сожалению, не имею привычки просто заходить в YouTube. Я это делаю исключительно тогда, когда мне нужно узнать что-то по работе, вспомнить что-то, освежить в своей памяти или выяснить для себя что-то новое. Это, как правило, касается театра, кино, может быть, телевидения, но не юмора. Юмор, как правило, приходит ко мне из платформ медийных, типа Netflix, HBO. Они зовут блогеры? Сейчас же огромное количество шоу, куда зовут... С гостями, да, со звездных людей. Слава богу, нет. Вы конкретно про что было дальше сейчас говорите? И про Мигеля? Я даже не знаю ни что такое первое, ни почти не знаю, что такое второе. Ну и тогда спите спокойно, Егор, и, наверное, действительно в этом будет спокойно. Да, не смотрите, не советую. Слушайте, последнее я хотел спросить, а реально же, вот вы говорили про эго и так далее, просто у меня есть знакомые, друзья, которые занимаются хореографией, и они меня постоянно чуть ли не бьют, когда я при них вообще говорю слово танцор. Правильно? Что может быть человеку за это слово? Танцовщик, да? Ничего не будет, но танцовщик — это правильная, мне кажется, форма, потому что танцор, у него есть такая снисходительная окраска у этого слова, точно так же, как цирковые не любят, когда их называют циркачами. Окей, всё, я забуду на это слово, забуду о нём навсегда. Потому что еле-еле загримировали, если честно, Егор, мы Артёма. Пришёл с синяками, что такое? Он говорит, да, опять шёл по улице и кричал танцор. Я думаю, пришёл с волосами, но специально подстригся, лишь бы угодить мне. Нет, вообще, Егор, спасибо большое, что вы сегодня в модной кепе, потому что я думал, я буду путаться. Ты меня различал? Вы очень, да, похожи по открытии типажу. Одинаково отражаем свет. Да, одинаково освещаете нашу студию. Мир. Шутки и шоу. На Юмор.ФМ.